В июле 2023 года сотрудники ГИБДД проведут несколько рейдов «нетрезвый водитель» на дорогах Подмосковья, в том числе и на территории нашего муниципалитета. Об этом в интервью телеканалу «Видное ТВ» сообщил заместитель начальника ГИБДД Ленинского городского округа Алексей Букин. Традиционно, помимо проверок на дорогах, будет проведена и широкая кампания по разъяснению опасности вождения транспортных средств в нетрезвом состоянии. Данное мероприятие действительно масштабное, проводится не в пределах какого-то муниципального образования города, оно проводится по всей Московской области, затрагивает все службы, все направленные деятельности, органов внутренних дел, телевидения, автотранспортные предприятия. Потому что данная работа, она даст результат и дает результат только в комплексе. Один сотрудник ГАИ на дороге сделать не может ничего. Постоянная работа ведется прежде всего среди тех, кто только собирается получить водительское удостоверение. Вновь прибывшие водители, граждане, которые только собираются получить водительское удостоверение, соответственно, с ними и у нас в ГАИ, и в автошколах проводятся беседы, мероприятия, показываются, доводятся характерные примеры вреда употребления алкоголя за рулем. Стоит отметить, что по мнению руководства Ленинского ГИБДД, в нашем округе водители в целом дисциплинированные. Если в прошлом году у нас произошло одно ДТП с нетрезвым водителем, в этом году мы имеем уже четыре. Значит, лица данные – это все гости, приезжие городского округа. Наши жители, они как бы более сознательны. Сотрудники ГИБДД подчеркивают, что административная и уголовная ответственности за вождение в нетрезвом виде могут быть применены абсолютно ко всем участникам дорожного движения. Электросамокат, моноколесо, мощностью более определенной, более 250 ватт – это полноценный участник дорожного движения. И отвечает он как водитель грузовика, как водитель КАМАЗа, водитель самосвала. В прошлом году порядка 350 дорожно-транспортных происшествий в Московской области произошло по вине лиц в алкогольном или наркотическом опьянении. В более чем 150 из них погибли люди.